Микс Ньюс По пятницам после шести вечера Вот и пятница Мы снова в эфире Радио Болтком К сожалению, сегодня я одна Кюль Писпанин без Лены Лукьяновой Она на очень важном круглом столе В Москве Сейчас говорит О том, что дальше у нас будет С Конституцией А мы поговорим о более насущных проблемах На самом деле важных Для очень многих родителей Я сама с этим сталкивалась И не только как родители, как и ребенок Говорим мы о травле в школе Как защитить своего ребенка Вопрос, который мы задали слушателям Радио Болтком Вы когда-нибудь сталкивались с травлей? Опрос на сайте показал Что 82% да, сталкивались 18% никогда с этим не сталкивались Слава Богу, им страшно повезло Обсуждаем эту тему Сегодня с гостями С уважаемыми экспертами В студии у нас детский психолог Оксана Савельева Добрый вечер Добрый вечер И по скайпу Ольга Журавская Президент ОНОБО Журавлик Идейный вдохновитель программы Травли нет Оля, здравствуйте Здравствуйте Я, наверное, начну, что называется С личного опыта Так всегда легче, что называется Зайти Травили Травили Что самое странное для меня было Не только в школе Но и во взрослом состоянии Это может быть рабочий коллектив В котором просто вот не зашло Ну вот, ведь это же всегда Какое-то, не знаю, мне кажется В основном нет предпосылок К травле Каких-то таких ярких Очень видимых Вот прям вот Как будто бы, не знаю Коронавирус какой-то Пролетел, бац И почему-то одного человека Стали все на него шикать Говорить ему гадости Не знаю Кнопки подсовывать Или еще что похуже А другому нет Тоже было, к сожалению С моими детьми И каждый раз Когда ты с этим сталкиваешься Ну, с собой немножко полегче было Там что-то попереживал В советское время еще не было Каких-то таких психологических поддержек Маме не расскажешь К учителю не пойдешь жаловаться Потому что, ну, ты же не стукач Ну и так далее Сейчас намного больше инструментов Для того, чтобы защитить и себя И помочь защититься Своим детям, своим близким И так далее Вот о таких инструментах Я бы и хотела поговорить Оксана, давайте, наверное, с вас начнем В Латвии Как с этим обстоит дело Есть ли известные всем Детям или не всем Ну, кому-то И родителям Инструменты Или организации К которым можно прийти И сказать Помогите Я не знаю, что мне делать Ну, вы знаете Вот буквально на этой неделе В школах В Риге Практически во всех школах И в том числе Я сама тоже участвовала Проводится опрос По всем школам Анонимный Его присылает Ну, собственно говоря Форму эту присылает Департамент образования Латвии Где дети прямо онлайн Отвечают на вопросы О моббинге Да То есть Моббинг это что? Моббинг это травля Да То есть, по сути дела Это Разновидность Переводить просто на русский Обычное всем понятное слово Которое все-таки Наверное, нужно расшифровать О травле 40 вопросов Дети с большим желанием Участвуют И сейчас они В общем-то Достаточно хорошо доверяют Что эти результаты Могут быть полностью конфиденциальными Они действительно так есть Они моментально уходят В департамент И в скором времени Мы получим достаточно Свежую, четкую картину Да, вы по этой теме Оль, а что в России? Россия сейчас находится На первом месте По несчастности учеников Был недавно такой Да, делали такое исследование Россия была на первом месте Германия была на третьем месте Я сейчас забыла Кто был на втором месте Но меня куда больше Заинтересовало исследование Которое я недавно Прочла Очень хороший Нейробиолог Человек, который занимается Аутизмом И инклюзией И очень Известный Эксперт В Штатах Ее зовут Ким Янг Шин Написала исследование О том, как они В Корее В Южной Взяли две школы И, соответственно Сделали там исследование Их больше всего Интересовало Что Первое Яйцо или курица Что идет сначала Патологические Какие-то поведения Которые приводят к травле Или опыт переживания Травли Собственно На самом деле Формируют эти Патологические поведения У детей В будущем И, собственно Исследование Ответило на этот вопрос Так Именно опыт переживания Буллинга Травли Является первопричиной И, в общем-то Развивает в детях Психологическое поведение А не наоборот Вот вы сказали Про то, что выбирают Как коронавирус А это правда Так Предметом Объектом травли Может стать Абсолютно кто угодно Потому что Если не следить За динамикой группы Потому что Если в принципе Никаким образом Не работать С группой И с тем Как там В ней распределяются роли И как дети Каким они прибегают Скажем так Ресурсом Для того Чтобы Свои конфликты Переработать Не в травлю А во что-то еще Вот это все Это все задача взрослых Если взрослые Ею не занимаются То да Выбирают Кого угодно В зависимости От В зависимости От В зависимости От того Каким образом До этого Травили Скорее всего Будут Травить Так же И следующего Поэтому Мы говорим Об эпидемии И это исследование Тоже говорит Об эпидемии Школьной травли Которая сейчас Идет по всему миру И в отличие От пандемии Коронавируса Ее остановить Будет не так Просто Ну вообще страшно Конечно Все это звучит И мне было Достаточно страшно Ну например Опять же Сравнивай Всегда же сравнивай Как ты на себя Перекладываешь Опыт Например Меня травили За то Что я Дружила с девочками Ой с мальчиками А с девочками Не дружила И поэтому Девочки Мне объявляли бойкоты Обзывали меня Всячески И так далее На самом деле То как именно Объясняют Причину травля Это не важно Потому что Конечно Травили не за это Травили за то Что вот Кто-то себя чувствовал Более Удобно В своей собственной коже И мог Общаться со всеми Да У кого-то это вызывало Ревность Стыд Возможно Какие-то Супрессированные эмоции В семье Табуированность Тема И так далее И так далее Поэтому на этого Несчастного человека Которому повезлось Чуть больше Который чувствует себя Чуть лучше Ему приходится Вот этот весь гнев Группы на себя испытывать Да Ну вот я например Помню что Меня это как бы Не сильно задело Опять же может быть Потому что Толя правильно говорит Я себя было Чувствовала На тот момент Более свободной Но я вижу Как это отражается Такие Такие отношения В группах Да Как отражается Например там На наших детях Я знаю Я не говорю Не только про своего ребенка Я говорю про друзей своих Детей своих друзей Которых травят Опять же Не важно за что Но просто берет Весь класс И начинает Выступать против Этого ребенка И что делать Матери в этой ситуации То есть мало того Мало того что Ребенок не пожалуется Но ты видишь Что он страдает Ты видишь ему плохо Он не хочет в школу Он просит тебя перевезти В другую школу Там Наконец-то ты его раскапываешь Расковыриваешь Боляешь Довериться тебе И узнаешь Что оказывается Происходит Буллинг Что в данной ситуации Делать матери Нужно ей идти К классной руководительнице Или к директору Или сразу к психологу А если ребенок Не хочет идти к психологу Вот что делать Есть какие-то советы Вы у меня спрашиваете Я просто не знаю Давайте сейчас вы А следом уже Вредем на местную На местную почву Да, мне не хотелось бы Узурпировать все время Я бы быстренько Хотела ответить так Во-первых Я бы очень хотела Порекомендовать всем родителям Прочесть прекрасную книгу Барбары Колороза Которая называется «Травля. Как искоренить насилие И создать общество Где будет больше доброты» Там дело в том Что данные в книге Очень дельные советы И на что нужно Обращать внимание Для того, чтобы зафиксировать Что ребенок несчастен в классе И каким образом Можно провести беседу И так далее И так далее Значит, что хочу сказать До того, как травля Перешла из словесного Поведенческого формата В физический Что-то еще можно сделать Можно еще успеть Как-то поработать с классом Безусловно Нужно ставить в курс дела Классного руководителя Учителя Безусловно Нужно ставить в курс дела Администрацию школы На данный момент К сожалению Все это работает так Что людям предлагают Просто забрать ребенка Которого мучают И перевезти в другую школу И это действительно Очень помогает Ребенку Которого мучают Но это Но это не идеальный вариант Потому что У ребенка остаются Друзья С которыми он вообще-то Не хотел, может быть Расставаться в этой школе Ну а главное Потому что Все те дети Которые остаются Дальше в этом классе Пережившие Вот этот опыт травли Они, соответственно Будут дальше Именно этот опыт Экстраполировать Придет следующий человек Которого Скорее всего Точно так же Будут мучить Группа уже умеет Роли уже распределились Вот Оксана Что происходит В Латвии В школах Ну в Латвии Я думаю Что примерно Такая же ситуация Да Примерно так же Я думаю Что вот эти результаты Которые мы скоро получим Мы В этом убедимся Плюс ко всему Существует еще же Ну я думаю Что сейчас скоро Мы начнем об этом говорить Еще интернет И там Мы не всегда Можем отслеживать И так быстро Что там происходит Да Там Ну там как раз Происходит Самая жесть Потому что я Например знаю историю Как затравили девочку Потому что Там почти всегда Сейчас есть продолжение Того что происходит Выложили какие-то фотографии Ее Эти ситуации Происходят Практически постоянно У этого тоже есть Определенное слово Я просто хочу сказать Что когда гибербуллинг Присоединяется к школьной травле То это все Святых выносите Это самое страшное Что может случиться У нас поэтому Суициды Так выросли Очень сильно За последние 10 лет Выросли суициды Не потому что В школьной травле Стало круче Она всегда была Мама дорогая Но от школьной травли Можно уйти домой И хоть сделать Какую-то себе передышку А как только К школьной травле Подсоединяется кибербуллинг А сейчас у всех Есть свои телефоны Да, Оксана Сейчас вы знаете Сейчас последний год Например могу отметить Что были очень хорошие случаи Сотрудничество с полицией На эту тему Да Когда были выброшены Какие-то фотографии Речь идет о подростках 12-13 лет Когда там были Вот действительно Случаи Вот травли в интернете И очень быстро Включалась полиция Что полиция В данной ситуации Может сделать Кроме того Что припугать Припугнуть Сказать Ах полиция придет И тех накажет Довольно быстро Все заканчивалось Хотя бы Хотя бы Очень много На самом деле После этого Конечно Потому что это тоже важно Да Очень важно После этого Конечно Туда подключаются Все остальные взрослые Почему это важно Потому что На мой взгляд Очень важно Определить С самого начала Следующую мысль Закрепить Моббинг Буллинг Это ведь проблема Вот насколько Это психологическая проблема Прежде всего Нужно подчеркнуть Что это проблема Правовая Это должны понимать Все взрослые Все учителя Все психологи Социальные работники Родители Как нельзя воровать Нельзя кого-то Просто пройти По улице Стукнуть Точно так же Нельзя кого-то травить То есть Это правовой вопрос На который Не может обсуждаться Может это Или не может Как мне это Пережить И так далее Это все Что задается вопрос Вот у меня все время Воруют Вот как мне Это пережить Да Это правовой вопрос А для того чтобы Для того чтобы Дети Это первая мысль Да Вот это Вы говорите Что первое Что первое Это правовая Не знаю Плоскость Да Этой проблемы А где Моральная плоскость Этой проблемы Она где То есть Дети которые Травят Например Окей Может быть Ведущий Да Ну как бы Я не знаю Как он называется Правильно Который Захинщик Этой травли А он может быть И знает Точно Того кто Шает агрессию Того Относительно кого Шает агрессию А те которые Свидетели просто Может они особо активно И не участвуют Но они просто Поддерживают Это Они должны понимать Что они совершают Моральное насилие Изначально Вот от этой От этой мысли Должен выстраиваться Разговор С детьми С более Младшего возраста И с подростками Потому что Когда я начинаю С ними говорить Моментально Возникают Вот эти Реплики О том Что вы знаете Ну вот Вот тот Которого обзывают Ведь он же на самом деле Сам виноват Ну вот это вот банально Она сама ходила В короткой юбке Да он сам на самом деле Там вот Постоянно нас где-то Подставлял И так далее И поэтому Обязательно нужно Расчеловечить Правда же Прежде чем уничтожить Мы договариваемся Что мы не обсуждаем Это правовой Это делать просто нельзя Неважно Жертва В какой юбке Она ходила И Допустим Какие у нее были оценки Давала списывать Она или нет Дружила она с мальчиками Или с девочками Это другой совершенно вопрос Изначально мы Должны договориться С детьми железно Что Изначально Здесь вся вина Ложится На На преследователя Вопрос должен быть Вот с этого Все начинается То есть его нужно выбрать Тоже То есть его нужно Указать на него И сказать Именно вот этот Преследователь Как правило Там ясно Кто преследует Нет Я понимаю Что ясно Но нужно на него Указывать То есть как бы Все должны Очень часто Массовое сознание Сознание толпы Они же Размазывают Вину Стараются Ну типа Все виноваты Все же это делали Основное правило Работы С буллингом Моббингом И вообще Стравли Ну и допустим Будем такое слово Использовать Да То есть Эту тему Нужно открыть Да То есть Своими именами Своими именами Факты Они должны быть Все полностью Открыты И у нас должен Состояться Открытый разговор И всячески Препятствовать тому Чтобы жертва Скрывала Боялась Боялась там Где-то Ну рассказать Кому-то И так далее Да Поэтому это должны Учитывать родителей Если ребенок Все-таки Предпочитает Эту тему Замалчивать Родители Не могут Это поддержать А как тогда Помочь ребенку Которого буллит Если он Ну да Он может бояться Мы учим детей Рассказывать взрослым Мы учим детей Просить о помощи Мы говорим С ними о том Что сами Вы с травлей Не справитесь И никто Не справится Самостоятельно С травлей Когда ты один Против толпы Но мы считаем Что травля Это болезнь класса Мы не считаем Что нужно возлагать Полностью вину На агрессора Свидетелей И так далее Мы считаем Что вину нужно Возлагать на взрослых Которые допустили Факт Травлей И не создали Такую атмосферу В классе Которая бы Не позволила Травле развиться До такой степени Мы считаем Что ответственность Полностью лежит За детскую травлю На взрослых И взрослые Должны работать Со всем классом Целиком Потому что Травля Это проблема Социальная Социальная И у нее очень много Сторон Дети Родители Учителя Много сторон И очень по-разному Каждый вид Школьной травли Нужно отрабатывать Где-то нужно Со всем классом Сразу же разговаривать При жертве Где-то, боже, упасти Это всегда Идет изначально Все-таки Я пытаюсь Для слушателей Да и для себя тоже Выработать Какую-то понятную Схему действия Вот я узнала Что моего ребенка Булит Травит в школе Я иду К классной руководительнице Говорю Пожалуйста Разберитесь с этим Это невыносимо Это неправильно ТДД И дальше Учитель должен включиться И задействовать Там, не знаю Школьного психолога Или там Сама собрать Весь класс И всем Сказать Я не знаю Как в Риге Вот возможно Там школьные психологи В каждой школе Вот в России Совершенно точно не так У нас в каждой Да И я хочу сказать Такое Получая удовольствие Мы действительно Вот сейчас разговариваем Очень понимаем Друг друга Но и это происходит Не всегда Со школьными психологами С учителями в том числе Потому что прежде чем От человека требуют Чтобы он в чем-то разобрался Нужно человеку Чему-нибудь научить Потому что когда у нас В наших педвузах Не учат работать С группой И не понимают Ничего про групповую динамику А у нас фронтальное Занятие Вот ты Напротив тебя сидит Один какой-то ученик То конечно Можно прийти к учителю Стать Разберитесь пожалуйста Но дело в том Что он не знает как Вот ровно об этом Мы поговорим буквально Через пару минут После рекламы Не переключайтесь Говорим сегодня О самом важном О наших детях Об их психическом Моральном здоровье О травле в школе Мы говорим Как защитить своего ребенка Вопрос нашим слушателям Звучал так Вы когда-нибудь Сталкивались с травлей? 82% Проголосовали Что да 18% Что нет В студии У нас сегодня Детский психолог Оксана Савельева По скайпу Идеи на вдохновитель Программы Травлей нет Президент АОН Журавлик Ольга Журавская Давайте послушаем Дозвонившихся У нас разрывается телефон Алёк Говорите пожалуйста Вы в эфире Добрый вечер Олег Ну я сталкивался Два раза У меня дочку Травили В школе Да Ну В первую очередь Это доверие Ребенка К родителям Да То есть Ребенок должен всегда Так доверять родителям Чтобы рассказывать Обо всем Да И в первом случае Я просто конкретно Позвонил К ученику Так сказать Домой И разговаривал С его родителями Там правда Была старшая сестра И этот вопрос Решился Да Через какое-то время Всё устаканилось Да А второй случай Был такой Это уже супруга У меня разговаривала С человеком Ну в смысле С самим учеником Да Который Так сказать Травил И она просто Выясняла Вот в чём причина Да И так сказать Здесь именно Надо выяснить В чём причина И тогда Именно Открыто Разговаривать На эту тему С тем Кто травит И так сказать Кого травит И тогда Будет вопрос Решён Обязательно Понимаете И не бояться И всегда Ученики И дети Я не согласна с вами Можно с вами не соглашаться В прямом эфире Или какие у нас правила Дело в том Что просто Огромное количество Детей Убивает других детей Когда ты у них Спрашиваешь Почему Они говорят Она мне не нравилась Я думала Она распускает Обо мне сплетни Ну то есть Не всегда Выяснение того Почему конкретно Один ребёнок Хочет затравить другого Приносит Какой-то положительный Да Я хотела вернуться К проблеме Школьных психологов То есть вернее Это слава богу Что они есть Где-то они Естественно Лучше В какой-то школе В какой-то школе Они чуть похуже Может По квалификации И так далее Вот То что я знаю К сожалению Конкретно Нашей не очень повезло Потому что Психолог говорит Ну дети Вот садитесь Друг перед другом И разбирайтесь Да Вот в этом заключается Вся работа Ретравматизация Жертвы Огромная Вот перед ней сидит Этот её Агрессор И как правило Улыбается Говорит А что такого А тёта Ничего такого не делали А чего она сразу Обижается Вот к сожалению К сожалению Так тоже бывает То есть И конечно же Я более чем уверена Оксана Что вы наверное Точно знаете В Латвии Прекрасных психологов Которые хорошо Очень работают Разбираются С этими проблемами Но вот если Вот А если вот так Вот не происходит Если Оксана Права Надо начинать с того Что это правовой вопрос А не из того Что Из того Что Почему вы травите Что вам конкретно Не понравилось Потому что мы не спрашиваем Человека Который своровал кошелёк Почему конкретно Ты своровал этот кошелёк Или у конкретно этого человека А это между прочим Статья Я абсолютно согласна Вот это Я знаю Что такие тоже случаи То есть на моей практике Уже Жития здесь В Латвии Я знаю такие случаи Что действительно Вызывали полицию И полиция Действительно пришла Грозно встала Сказала Эй Вы что тут С ума все посходили Я не к тому Что это единственный метод Решения конфликта Травли Вызов полиции Но я к тому Что абсолютно верно Фокус должен быть на том Что никого нельзя травить Потому что травить нельзя А уж почему конкретно Вы решили травить Это Это скорее Вопросы для личной терапии Человека А не для школьной терапии А вот у меня Знаете ещё какой вопрос Совершенно неожиданно Здесь поступил Я знаю истории детской травли Ну подростковой И также я знаю истории Травли учителя Учеников То есть когда учитель Унижает учеников Позволяет себе У меня волосы дым стоят Вот в таких ситуациях Что делать Куда полицию Знаете Там Если нет понимания Почему происходит травля Тогда возникает путаница Совершенно и взрослые Которые в том числе В школе работают Они иногда Не замечают Какие-то такие вот Стертые формы Когда они сами В этом участвуют Они даже не знают Они не знают То есть это проблема Обучения Не потому что Они не хотят работать И так далее Они не знают Очень мало об этом знают Когда они учились Действительно уже упоминалось На педагогическом факультете Они совершенно Эти вопросы не рассматривались И допустим Когда учитель При всем классе Я сама это свидетель Разбирается там Какой-то конфликт Все разобрали Да И все-таки Она предлагает классу Давайте мы все-таки Цивилизованно Как-то дадим Нашему вот ученику Понять Что он был неправ Объявим ему Цивилизованный бойкот Это хороший метод Это хороший метод Вот сам по себе Классный руководитель Вводит патологическое правило В свою группу И его группа Начинает болеть Если до этого Она не болела Да То она заболеет И прием Причем это учитель Это не какой-то монстр То есть не со зла Это учитель Который вполне возможно Верит в это И он может быть проводит С ними много времени И так далее И так далее То есть он не совсем понимает Что он делает Точно так же и родители Порой действительно Это провоцируют И тогда их нужно Отсаживать отдельно Проводить с ними Вот эту Работу И так далее И так далее То есть изначально Тезис, что это правовой вопрос И второй главный тезис Который должны понять Все взрослые Что это болезнь группы Есть болезни индивидуальные Тут можно очень долго Говорить про то Как преследователь был травмирован Как жертва провоцирует Это все дело И мы уйдем никуда И ничем это все не закончится Нужно понять Что есть болезни индивидуальные Которые болеют Каждый отдельный ребенок Или взрослый А есть болезни группы Которые возникают Вот групповая динамика О чем говорил Коллега То есть Это группа Которая начинает болезнь И эта болезнь Будет жить только в этой группе Если мы этих всех учеников Вот в какой-то момент Раз И мы их рассеем По другим классам В кино они встретились Или случайно Подавляющее большинство Из них будет себя вести Совершенно иначе И они не лицедействуют Почему очень часто Это другие правила поведения просто Они попадают в здоровые группы И поведение меняется Возможно они будут Нормально общаться Вдруг Очень часто мамы Начинают с этого Когда мы вызываем родителей Я сама Но вызываю родителей Переследователей И я вижу их недоумение Действительно Я вижу что это нормальные Совершенно умные Добрые люди Интеллигентные И мне нужно Очень аккуратно Строить разговор Потому что Для них это Очень часто Они очень изумлены Когда Я действительно Начинаю говорить о том Что их ребенок Как он себя вел Допустим В школе На протяжении Последнего месяца Они никогда Своего такого ребенка В таком виде Не видели У них были Дни рождения У них были Какие-то мероприятия Они ходят на разные Кружки Мы кстати знаем Что буллинг и моббинг Он травля Извиняюсь Я каждый раз поправляю В кружках Где дети собраны По интересам Они там отсутствуют Не бывает Вот это следующая тема Хотела бы Травля Она от скуки Правда же Она от того Что дети Травильные Эта группа Не может быть больной Да вы что Слушайте Как это интересно То есть получается Что только когда Дети не по интересам А вот Что называется По обязанности в классе Их согнали Туда Тридцать человек Или там в лагере В каком-нибудь пионерском Их ничего кроме возраста Не связывает У них возраст Да и то Не всегда Да у них разные национальности Разные интересы А они вынуждены Их согнали И вот Давайте дружить А сейчас мы дружный класс Да А давайте мы сегодня Дружим против этого А завтра мы дружим Против того Да Потому что это реально Очень просто Сплотить коллектив Сплотить коллектив Вокруг понятной цели Вот один плохой А мы все хорошие Потому что каждый Свою агрессию Воспринимает Именно как защитную Никто не считает себя Агрессоры не считают Что они не первые агрессоры Это их агрессоры Мы защищались Всегда конечно Поэтому жертва Сама виновата У них И у нас Ну собственно Начальная школа Там вообще осознанность Такая достаточно слабая Слабая еще Да Слушайте Поэтому первый и самый лучший способ Чтобы в классе Не было травли Это чтобы в классе Было много интересов Чтобы с детьми занимались Именно сплачивая их Именно стараясь сделать так Чтобы им было о чем поговорить Вместе друг с другом Кроме того Чтобы пойти и Ну то есть там получается Понимаете как бы Начинается действительно Групповая динамика Начинает как-то этот организм Начинает жить Да То есть можно представить Что группа это как будто Как один человек Да И как-то он начинает Развиваться и жить По сути дела Сам классный руководитель Он должен руководить Этим процессом Для того чтобы Все пошло В то направление Чтобы они стали дружить Грубо говоря Очень часто этого не происходит По целому ряду причин Не всегда Потому что там халтурит Классный руководитель Или что-то еще Мы можем поговорить на эту тему Там есть еще другие причины И этот процесс идет стихийно Да И вот куда он там заведет Как эти роли все распределятся Кто станет лидером Кто станет аутсайдером Да и так далее Будет ли там действительно Вести мониторинг Там школьный психолог Или социальный педагог И так далее Как родители между собой Потому что родителей же тоже надо Там тоже групповая динамика будет Да мы даже Ой слушайте Я даже видела как родители Родителей травят Так что Да и это тоже Очень сильно зависит От того Кто в доме хозяин Если этот хозяин Не очень хороший Да Если классный руководитель Не является По сути дела Там лидером Или вообще кем-то внятным Да Там кроме лидерства Могут быть еще другие Тогда Все это идет Совершенно стихийно Иногда это складывается А чаще всего нет Да И поэтому То есть Если например Группа здоровая Там никогда не может быть Козла отпущения Он просто там Не может возникнуть Вот И А может быть Вот вы говорите Что в кружках Например Да Где собираются дети По интересам именно Да Не существует практически Боллинга Да Мы хотим сказать Что его там гораздо меньше Если это кружок балетный И там очень много На том Что ты должен быть Лучше всех остальных Балетный я сейчас Просто из головы привыкну Всякое может быть Как только взрослые Как только взрослые Не думают о том Как именно должны Они помогать детям Выстраивать коммуникацию Случается разное Поэтому Не только учитель в классе Понимаете А дело в том Что и родители Должны понимать Каким образом Они случайно Сами того там Может быть не хотят Провоцируют травлю Потому что Когда к нам пишут Обращаются Вы знаете Вот меня выгнали Из родительского чатика И мама попросила Других мам Чтобы все дети Перестали дружить С моим ребенком Понимаете Вы знаете Сильный классный руководитель Я говорю Вот у нас завертелась Такая ситуация Ей буквально Две недели Давайте-ка мы Срочненько Потому что Родители довольно Ну Особенно первый Второй класс Они все-таки Классный руководитель Хотят понравиться Он все-таки Проводит с ними Детьми много Времени И как-то Школьный синдром Да Да Потому что Она как мама И так далее И она быстренько Их собрала Построила На тему Что все-таки Как мы Какой порядок Решения у нас Вопросов И кто здесь Решает вопросы И как они То есть Если вы будете Это делать так Что это все Действительно Будет эффективно И быстро И так далее Моментально Закончилось То есть Все-таки Родители Наверное Попробовали Действовать То есть Они пришли После детского садика Они между собой Там дружили У них Там есть такая Компания Родителей Они привыкли Как-то вот так Вот действовать Но они попали В новую группу Касались другим Лидером Который им Создал Другие правила То есть Всегда можно Переломить ситуацию Я правильно понимаю Ну Она возможно Мы настаиваем На этом Возможно Это негативная Коммуникация Детская Вообще Взрослые Должны Пользоваться Всем прочим Набором Коммуникации Который им Доступен В отличие От Скажем Прямо Детей Мы поэтому И начали Делать В травле Нет Мы начали Делать Такую Прямо Программу Для родителей Семинаров И для учителей Как не начать С травлю самому И как ее Заметить Потому что Люди действительно Совершенно искренне Не понимают Что вот если Ученик заходит В класс И учитель Говорит Ой смотрите Петров Сегодня Почти не опоздал Да Голова Не забыл Попали в Петров Похлопайте Петрову За то что он Не опоздал Клички придумывают Учеником Считать что началось Да Слушайте Это настолько Всеобъемлющая проблема Которая Скажите Она Это же не История Нового времени Какого-то Да Но есть новые нюансы Было всегда Но есть нюансы Нет Понятно что есть нюансы Как кибер Там да Буллинг Уже теперь К сожалению Более глобальные нюансы Раньше мы не называли Особенно даже Детей людьми И в общем-то То что они там Умирали пачками В общем-то Нас взрослых Ну тревожило На протяжении поколений В общем как-то И теперь дети Они являются для нас Очень важным символом И теперь нам их очень жалко А так-то Травля действительно В коллективе была всегда А в травле нет Оль В вашей именно травле нет Только детский буллинг Или взрослые Тоже могут обратиться Потому что ведь Это же абсолютно повсеместное Нет Мы к сожалению Концентрируемся Только на школьной травле Потому что у нее Есть свои особенности Она Особенность в том Что это школа То есть это замкнутая территория И детям некуда деваться И самые страшные виды травли Происходят именно В таких институциях Школа Пни Тюрьмы Всюду Куда Где только Определенное количество взрослых Имеют право Скажем так Входить Из них нельзя легко выйти Как взрослые Например Просто с работы Мало детей Других взрослых И так далее И так далее Мы безусловно понимаем Что буллинг на рабочем месте Это огромная проблема Но все-таки Когда у человека Есть возможность Поставить за себя Уволиться У взрослого человека Больше возможности Поставить за себя Чем у ребенка Мы тоже это осознаем Да Давайте послушаем Дозвонившихся еще Алло Здравствуйте Говорите пожалуйста Алло Да Ну Харазм Буллинг Это Психоэмоциональное Насилие И от него Появляются Психоэмоциональные Травмы Вот И У моей дочери Была в школе То есть у нее Это выражалось В тошноте В рвоте У нее болела голова Живот болел Я обращался в полицию Они вообще не хотели оформлять Потом Следователь Сказала Что Девочка Там Всех Короче Она перевернула Всю информацию Что девочка Моя сама виновата Если я буду Преследовать Вот этих Палачей Ну там Три девочки Ну как бы Палачи жертвы Если так рассматривать То родители Их подадут На меня в суд То есть Сама следователь Начала меня запугивать Вот далее Далее получилось Что На работе Тоже начали Травить меня Из-за того Что мне не хотели Платить работодатели На одной работе На второй На третьей И так далее Вот Я с ними Вступал В дискуссии Они начинали Естественно На меня злиться И Ну и Начали И шла травля У меня то же самое Был Один микроинсульт Второй микроинсульт Потом микроинсульт Уха Потом инсульт Внутреннего уха Когда голова Все изображение Да-да-да Это все Это все не игрушки Это все Оставляют Огромные Травмы Так вот Так вот Слушайте Я хотел Группу получить Да Потому что Мне признали Наконец Была ВСД Все время Наконец Признали У меня Ну я была депрессия Да Признали у меня Этот Девроз Посттравматический синдром Я хотел получить Группу Группу не дают Потому что Говорят Если Ты можешь Дома Пользоваться За собой Ухаживать Значит Никакой группы Хотел получить То есть Самое Арод Арод Сливимас Вот этот Простите пожалуйста А девочка То что Ваша Дочка Вот Девочка Так и Вылечилась То есть Она Пробовала Там Таблетки То есть Она уже Выросла Пробовала Таблетки Пробовала Психотерапевтов Психотерапевты Вообще Не понимают То есть Они не знают Как работать С бандитами У которых Логика Бандитская Они Могут работать Только с нормальными Людьми И у них там Пушаница в голове То есть Сама Школа Психотерапии Да Она Слегка Ну Неправильна Об этом мы все-таки Обязательно тоже будем Говорить Но простите Немножко в другой День Понимаете Понимаете Наша система Не хочет признавать Что Издевательство над человеком Это подсудное дело Потому что у нас Государство Над русскими Издевается Понимаете Спасибо большое За ваше мнение Будем надеяться Все-таки Что здоровье Поправится Государство Не государство Издевается Издеваются Люди В основном Издеваются И дети К сожалению Да И с этим Нужно помогать Бороться И исправляться Но самое главное Вот Что меня больше всего Волнует Дети Сами Приходят С этой Проблемой И стали ли они Больше приходить С такой проблемой За помощью Потому что Ведь я просто Прекрасно помню Мы все были Пубертой Мы все были В этом периоде Когда у тебя Родители Враги Друзей практически Ну как Они есть Но это же Такие друзья С которыми Особо тоже Не подкровенничаешь Потому что Нужно быть на высоте И в общем Некуда податься Я вот уверена Что к моей коллеге Приходят А возможно К какому-то другому Школьному психологу Нет Потому что дети Обращают внимание Прежде всего на что А знает этот взрослый Как мне помочь И что делать Или он сделает хуже Почему дети Не хотят рассказывать родителям Потому что дальше Начинается такое Что уже совсем не разгрести Они думают Лучше я потерплю Чем я расскажу родителям Потому что иначе Начнется ад И ничего Лучше не станет Станет только хуже Но если человек Если человек Видит что Дети вместе с Взрослые Разбираются в теме И собирается быть Другом И собирается Очень аккуратно Пройти по этому Минному полю Ребенок пойдет За помощью Ему плохо К вам приходят Оксана? Да Сами Да И сами дети И мальчики И девочки Разного возраста Но как правило Это до 10 класса И вместе с родителями Очень часто Очень важно Что касается Например Школьных психологов Очень важно Какая репутация Школьного психолога Сложилась в этом учреждении Можно ему доверять Или нельзя доверять То есть это такая вещь Она формируется Не так быстро Нужно держать слово Нужно соблюдать Все правила конфиденциальности Очень осторожным Быть в этих вопросах И если Потому что дети Тоже из одной параллели В другой Передают это Что можно к ней сходить И да И вот мы школу закончили И все так и осталось У нас Все в тайне Это все передается Если человек пару раз Где-то что-то лишнее Где-то не соблюдал Вот Конечно Там доверия нет И они не пойдут А вот знаете У нас тоже такая же статистика До 9 даже класса Потому что дальше У детей все больше Собственных интересов Они как бы разгребаются Из школы По всяким кружкам И им уже не так К 10 классу Они действительно уже Уже не так больно и одиноко Да Становятся Но там часть уходит После 9 Уже у них больше общего становится Я тоже так говорю Все время И мусор с другой Потерпи Скоро закончится Ну не в том смысле Что все надо терпеть А в том что Вот это вот Недопонимание Зачастую Со многими сверстниками Оно А в школе Оно и не обязательно Прям совсем-то понимание Дружбы школьной Мало бывает Но главное Чтобы не было вражды Главное Чтобы не было Вот такого вот Такой травли А знаете С чем я столкнулась Тоже С совершенно новым Для себя видом Такой травли И очень удивилась То есть Ну например Пример Травили-травили-травили Ребенка Всем классом А потом взяли И начали Ходить И жаловаться На нее Директору То есть Как бы Раньше В советское там время Но это Простите Там было западло Да Такое делать Даже если Кого-то травили То это только было Внутри группы Как там Да вы говорите Этим термином То есть Это никогда Не выливалось Мы вообще приветствуем Выход из группы Мы вообще приветствуем Мы вообще очень не любим Вот этот дискурс Про ябедничество Потому что Когда речь идет О жизни и смерти Отравли Это зачастую речь О жизни и смерти И она быстро переходит В физическое воздействие И суицидальное В том числе Мы говорим о том Что нет Ты не ябедничаешь Ты идешь за помощью И не нужно Не нужно слушать тех Кто говорит Ты просто ябеда Потому что Они просто хотят Оставить беспомощного человека Беспомощи Оль Тут обратная ситуация Оль Тут обратная ситуация Не человек Которого травили Пошел И рассказал О проблеме Любой может обратиться За помощью Мы должны В общем-то Стоять на этом Твердо Мы не знаем Как там было Мы должны стоять на этом Твердо Любая группа Может прийти к директору И сказать Помогите Потому что фактически Это ровно то Зачем они пришли Да К сожалению Только после этого Директор приняла решение Девочку отчислить из школы Это другой вопрос Который конечно Меня очень удивляет Это вопрос того Как именно директор Был неподготовлен К этой ситуации У нас очень много Неподготовленных К этой ситуации Давайте послушаем Еще звонки Алло Здравствуйте Говорите пожалуйста Добрый вечер Ну вообще не моя тема Но вот как можно назвать Людей Которые у вас в студии С психологами Если они не слышат Даже разницы Девочку ли Выгоняют Путем жалоб Или девочка жалуется Вот тарахтеть Обо всем об этом Специально грубо говоря А вы позвонили Чтобы пожаловаться на нас? Да Я позвонил Чтобы сказать Что вот самое главное Сегодня было правильно Дело в том Что мы не хотим Разбирать конкретные случаи Мы не знаем Ни одну из этих девочек Мы говорим о том Что у травли Есть общие критерии И на них нужно Сконцентрировать Меня слышно? Нет? Да-да-да Мы слушаем вас Вот смотрите Вокруг темы Вот вы все Перескажете случаи Вот я понимаю Как я прихожу к вам На консультацию И вы будете рассказывать Как это бывает Вот то есть Вокруг диагноза Вы будете рассказывать Нет Вот Олег вам звонил Нет, но уже нет Понимаете? Вот ведь какая штука Уже нет Олег, который звонил Сказал два варианта Как он вышел из ситуации И вы стали ему возражать Ну, глупость В чистом виде Спасибо Я не согласна с вами Что это в чистом виде Я просто сказала о том Что Очень по-разному В разных случаях Нужно помогать детям В каком-то случае Поможет поговорить С агрессорами А в каком-то случае Не поможет совсем А наоборот Еще больше Эскалирует конфликт Поэтому для того Чтобы правильно оценить Свои шансы На помощь ребенку Нужно в принципе Понимать Какую помощь Вы действительно Можете оказать Вы не можете оказать Эту помощь самостоятельно Вы должны обязательно Сгруппироваться С классным руководителем С директором Разный уровень Вы должны обязательно Привлекать других людей Надо определить Потому что бывают Такие случаи Ведь очень много случаев Когда действительно Ребенок сталкивается Например с ситуацией Травли И с ней справляется Вот это Да Это как раз Я хотела спросить Бывают счастливые Моменты в этой истории И бывают И знаете Очень конечно Классные Прямо по другому Не скажу Случаи Когда мы начинаем Сотрудничать Вместе с учителями Да То есть мы Грубо говоря Подговариваемся Иногда даже ребенок Об этом не знает Да И буквально Сравниваем социометрии Прошлого года И этого года Да Когда социометрия Это документ Который меряет В принципе температуру По группе И большинство психологов В Латвии По крайней мере Делает это ежегодно Или через год И так далее Или по надобности И мы видим Что расклад сил Поменялся Поменялся То есть нам удалось Поменять Правила Правила В группе Потому что знаете Когда в этом плане Взрослый начинает Правильно работать Даже без этих встреч Да Вот между двумя Этими Жертвой И преследователь Ведь большинство детей Те которые Просто наблюдатели Они ведь Как правило Ну не знаю 99-9 десятых Они нас поддерживают Они понимают Они понимают Что здоровые Правила Это классно Да Только взрослому Нужно правильно Вести работу Чтобы они не боялись Что они окажутся На месте жертвы Если они начнут Помогать Тихонечко И делали вид Что они не видят И так далее Они начинают Жевать Девочки на этой оптимистичной ноте Мне придется Закончить нашу программу Пожелать вам всем И нашим слушателям Прекрасных выходных Большое спасибо Оксана Савельева Ольга Журавская Орден Золотарев Вы слушали Радио Болтком Видеть себя плохо